На дворе уже 21 июля. Представляете, все, уже лето заканчивается. А здесь нет, здесь лето не заканчивается, я имею в виду на югах, оно-то будет еще и в сентябре. Погода у нас, сейчас покажу погоду и покажу номера, потому что многие просили посмотреть, где я останавливаюсь. Останавливаюсь я уже в одном и том же месте постоянно, мне здесь очень-очень нравится, и это не реклама, а просто вот для друзей моих по ютубу, как бы для тех, кто ищет отношения цены и качества, прям цены и качества, потому что здесь качество премиум класса, останавливаюсь всегда в хостел. Вот это лучший хостел в Адлере и в Суча, вот лучше, смотрите. Вот этот вид с балкона радует, знаете что? Что по крайней мере здесь не холодно. Здесь хоть и идет дождь, но он не холодный. Вот вы спрашивали, то дождь, то солнце, оно так и есть, как у меня на видео, так и оно и есть. То есть солнце периодически выглядывает, и люди идут и купаются. Сегодня, вчера весь день солнце, к примеру, было. Сегодня пока все пазмное с утра, дождя нету, сейчас асфальт сухой, но температура воздуха при этом в районе 27, вода 25, в Абхазии 27, поэтому можно и покупаться, если очень хочется. Не так, чтобы вот прям холодно-холодно, но кажется, что пасмурно, а на самом деле комфортная температура. Давайте смотреть хостел. Я всегда в хостелах останавливаюсь, потому что проблема найти на одного. Вы знаете, что в гостевых пансионатах номера сдаются на двоих, живешь один, а платишь за двоих, как говорится, а здесь ты за одного платишь. Притом, вот ощущение, знаете, я бы сказала, здесь очень гостеприимно и очень уютно. Это, наверное, такой важный очень фактор. И самое главное, цена, конечно. Цена в районе 700-800 в разгар сезона. Здесь ощущение немножко, что ты в сказку попадаешь. Ну, видите, он так и называется. Жили-были на Букинге. У них большой рейтинг, все координаты есть. Можете набрать жили-были, Адлер, и посмотреть легко найдете. Из плюсов, конечно, огромных, то, что Филадорик есть. Тут идет когда-то по этому коридору, как Алиса в стране чудес. Вот у меня дочка так говорит. Ну, сами видите. Ну, даже душу вам покажу. Смотри, какой большой, чистый. Ой. Такие тапочки у меня прямо скользкие. Извиняюсь за туалет. У меня есть даже сменные блоки. Или как они называются? Не блоки, а, короче, сменка. Полотенца даже. Полотенца, халаты. Тапочки дают. Фен. Ну, просто идеальная. Вот идеальная вот такая. Тут у них три этажа. Я уже в разных номерах останавливалась. Сейчас вам ставлю, если найду, с разных номеров видео. на третьем этажа. На третьем этаже вот сейчас. Такие кровати. женские мужики. Женские мужики. Отдельно номера. Все очень прямо чисто-чисто. Уютно-уютно. Мне нравятся больше такие кроватки, конечно. Они прямо царские, очень широкие. На некоторых можно прямо вдвоем спать. Ну, чтобы вы ширину представляли. Вот так. Еще раз вам деть из окна, правда, здесь не очень. Если номер без окна бывает такой, он, конечно, дешевле. Количество человек зависит, сколько номер и тоже на цену. Без налом можно оплачивать. Идем еще посмотрим чего-нибудь. Кухня, смотрите, покажу вам здесь, правда, такой свет. А, ну надо включать, видимо, где-то все вот тут включается. Достойно готовить можно. Чай бесплатный. Достойно. Чай, кофе. Все чисто. Классно. Мне нравится. Хостел доступно. Если хотите посмотреть Сочи, не пожалеете. Эконом вариант у вас. Правда, если едет вас двое, то есть у меня другой вариант. Там обычный гостевой дом. Нашла хорошую комнату с душем. Все. В номере. Прямо у Боря. Потом покажу еще. В номер заем потихоньку уже там разгарит. Мудрые люди отдыхают. Так, смотрим. Кровати очень-очень широкие. Светильники. Розеточки. Можно вот туда, как диван, так сел и погатился. Все есть. Кондиционер. Не жарко. Чисто очень. Насколько. Смотрите. Это вот восьмиместный номер. А есть отдельный лайк за дизайн. Двухместный, есть трех. Так. Вот, кстати, удобно, что рынок совсем рядом. Центральный рынок. Магазинчики. Здесь все. Вот сейчас пойдем немножко на рынок. Покушать хочется чего-нибудь. Ну, единственное, вот эту остановку, я что-то не понимаю ее. Как, возможно, такая остановка узкая? То есть, когда вечером там, ну, час пик, вообще невозможно пройти и выйти тоже не очень удобно. Странная постройка. Явно она незаконно, на мой взгляд, настроена. По крайней мере, расстояние рассчитано. И вот здесь сразу, смотри, переход будет подземный. Раз, и ты на рынке. Сейчас покажу немножко. Немножко. Керсики. По 100 рублей. Полки тут все время. Банкомат, кстати, рядом есть в Беровске, через дорогу. Отсюда же очень быстро уезжать в Абхазию. Сразу вот она остановка, тоже на 58 сел, 10 минут тут же на границе. В общем, удобно, очень местоположение. Везде без проблем отсюда ехать. Ну, город, это центр у них. Прям самый центр. Все. Вот так. Так, я в банкомат, и потом вот на тот рынок центральный. Посмотри. В общем, на рынке отоварилась чуть-чуть. Кукурузка 25, черешня 180, сливу за 80 домашнюю взяла. И вот так вот хостел еще снаружи вам покажу. Выглядит сказочно. Ну, серьезно, как будто в сказке. Название такое соответствующее. Жили-были. Где там моя драгоценная ключа к ключикам. Раз. 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 Все. Мы в домике. Ну, в общем, надеюсь, вы тоже, если здесь остановитесь, я думаю, будете довольны. Потому что вот с людьми общаешься на кухне так, знаешь, типа по вечерам чаечек попить, поболтать, кто куда съездил. Это тоже за отдельный вот такой плюс, я бы сказала. То, что сегодня видел. Познакомиться с очень многими людьми. Где я здесь познакомилась, кто меня увидит, привет. Что еще? Ну, как-то здесь душевно, я бы сказала, как домой. Отсюда, самое главное, не хочется уезжать. Внимание, будьте осторожны. Я дочку сейчас не могу выманить. Она говорит, не поеду никуда. Здесь я стою. Здесь как-то вот гостеприимно, сказочно, уютно, как дома. Даже нет. Внимание лучше, чем дома. Лучше. В общем, я думаю, вы останетесь довольны. Вот для тех, кто ищет на одного, особенно останется доволен. Для тех, кто на двоих, конечно, можно варианты еще поискать и лучше, да. Ну, в общем, смотрите, решайте, выбирайте. До моря идти здесь мне 20 минут. В среднем 20 минут я иду. Вот. С балкона видели река Мзымта течет. То есть, примерно я вот вхожу либо на Мзымту, либо на Чайку возле Карломарца Демократической. Можете по карте посмотреть. Ну, все. Всем пока. Надеюсь, вроде все рассказала. Если есть вопросики еще, то пишите. Комментарии пишите. Спрашивайте, отвечу.